Заново начну тогда. Меня зовут Инна Буль, я являюсь диетологом. В Атоме я являюсь мастером продаж, также я являюсь тренером групповых программ. Сейчас, правда, я диетологию и тренерство не практикую, потому что я сейчас на первом месте именно Атоме. И я сейчас хотела бы рассказать про основные ошибки, которые совершают наши худеющие. И хочу отметить то, что процесс похудения стоит рассматривать на долгосрочную перспективу всегда. Если вы хотите говорить именно о здоровом похудении, то это как минимум 2-3 месяца, потому что если мы худеем быстро и за короткий промежуток, то тут страдает здоровье. Мне как диетологу, конечно, не хотелось бы говорить вам о том, что вообще ничего не ешьте и вы похудеете. Конечно, вы похудеете, но здоровье очень сильно пошатнется. Поэтому первое правило, которое мы берем, это в первую очередь не должно быть под угрозой наше здоровье. И вот 10 таких вот ошибок, это вот девочки начинают голодать очень сильно, начинают пробовать на себе всякие голодания разные. Может быть, это интервальное голодание, либо вообще кто-то ничего не кушает, просто воду пьет. На воде голодание. То есть это всегда стресс для организма, и организм рассматривает его как... Ну вот стресс, он всегда дает толчок для организма, чтобы запасать жир впрок, потому что он думает, что вот потом хозяин когда начинает кушать, и потом то, что он кушает, он начинает еще больше откладывать. И организм уже думает, что в следующий раз меня опять будут мучить, опять будет голод, опять будет стресс, и мне нужно подготовиться. Поэтому у некоторых голодание дает обратный эффект, и они начинают еще больше полнеть. Поэтому так делать не стоит. Вообще нужно очень бережно к своему организму относиться, потому что он у нас такой достаточно хрупкий все равно человек, и организм наш тоже. Особенно если мы не молодые, если нам за 25 как минимум мы уже не молодеем с каждым днем, с каждым годом, поэтому надо бережно к себе относиться. Второе, это вот кто-то начинает рассказывать про монодиеты различные, кето диеты, диета дюкана, гречневая или яблочная, или я даже слышала диета на шоколаде и так далее. Ну то есть, да, такая диета даст эффект, но опять же она будет стрессом для организма, потому что организм не будет дополучать нужных ему, так сказать, витаминов, минералов. То есть, например, если мы будем целыми днями сидеть на одной гречке, у нас, например, в гречке каких-то углеводов, например, очень много, жиров практически нет, но белка очень мало. Соответственно, у нас будет дефицит белка и дефицит жиров, но зато будет переизбыток углеводов. Ну тоже это не так, неправильно, скажем так. Потом, если брать минералы и витамины, которые содержатся, то есть каких-то витаминов будет переизбыток, а каких-то витаминов будет вообще просто очень-очень мало, критически низкий уровень. И после таких диет очень часто девочки, когда ко мне приходили, у них очень часто сыпались волосы, ногти были такие вот прям ломкие, кожа была сухая, на локтях вот эти вот сухие локти были, сухие губы, и прям они не знали, как с этим бороться. Хотя, по сути, это все результат вот таких вот диет зачастую. Вот, потом вот есть, например, какая-то супер какая-то таблетка, вы ее хотите принять, думаете, что эта таблетка избавит вас от жира. На самом деле, такой таблетки нет. Наши БАДы мне чем нравятся, они как помощники в любом случае, да, они ускоряют процесс, они помогают нашему организму похудеть быстрее, да, то есть темп, и они будут в сочетании с правильным питанием и правильными вашими привычками пищевыми, они дадут лучший результат без ущерба организму. Но если сидеть и надеяться только на них и не питаться правильно, а вообще как бы игнорировать какие-либо правила питания, то тут, конечно, уже не стоит ждать каких-то результатов. Может быть, один-два килограмма будут, но это опять же на очень краткий срок и, конечно, больших результатов не будет. Вот. Потом есть такая вот теория тоже, некоторые люди так делают, что мы знаем, да, что похудение это в любом случае дефицит калорий, но они думают, вот я буду кушать только 1200 калорий, и из этих 1200 калорий начинают кушать всякие тортики, кексики, сникерсы, там один сникерс или два сникерса в день, якобы ему, у человека идет дефицит калорий, он худеет. Да, человек похудеет, но опять же он недополучит нужных ему витаминов, минералов, то есть белка очень мало, да, например, и будет из недостаток белка, соответственно, будет страдать мышечная масса. Вы можете похудеть именно за счет мышцы, а не за счет жира. Это тоже нам не нужно, то есть мы же должны избавляться именно от жировой прослойки. Вот так, и девочки некоторые начинают использовать клизмы, начинают использовать такие вот не очень хорошие инструменты, как вызов, рвоты и так далее, то есть это уже, скажем так, больше даже на психологический уровень влияет, то есть есть такие заболевания, как гулемия, которые, ну, нужно их избегать, скажем так, то есть не нужно заводить себя в такие вот рамки, что вот похудение процесс не должен вас тяготить, то есть он не должен вас загонять в какие-то психологические рамки, и вы себя будете чувствовать прям вот как загнанная в угол лайн какая-то, которая не знает, куда деваться, и чтобы похудеть, она будет использовать любые способы, да, тот же вызов рвоты или там клизмы и так далее. При этом клизма еще, она неблагоприятно влияет для микрофлоры кишечника, потому что мы знаем, да, что в кишечнике у нас есть полезные бактерии, которые помогают усваиваться нашему, всему тому, что мы кушаем, и она вымывается вместе с вот этими вот, так сказать, инструментами, как клизма, скажем так, вот, и такие вот тоже мифы есть, что глютен мой враг, или, например, там глюкоза мой враг, молочка мой враг, и вот они подумают, некоторые люди думают, что нужно исключить этого врага, и тогда я похудею. На самом деле это больше про аллергию и про непереносимость, то есть если у вас действительно есть эта непереносимость глютена, то да, она даст вам положительный эффект в вашей внешности, и вы это увидите. Но если у вас нет никакой непереносимости, молочки или глютена и так далее, можно спокойно кушать, не бояться этого. Единственное, я всегда заправила, что все должно быть в разумных количествах, то есть не нужно, как сказать, слишком много употреблять одних продуктов и слишком мало других, то есть во всем должен быть баланс, поэтому говорят сбалансированное питание. Мне, кстати говоря, очень больше нравится сочетание слов как сбалансированное питание, нежели правильное питание, потому что правильное питание некоторые интерпретируют по-своему, и слишком скудный рацион становится. Он уже неправильный, скажем так. И уповать на одни тренировки без питания тоже не стоит, это тоже один из мифов. Кто-то себя очень сильно загоняет тренировками, при этом игнорирует правила питания, поэтому такой результат тоже, может быть, даст, как сказать, результат похудения, но качество тела будет страдать. Есть девочки, кто, например, тоже худенькие, но при этом, например, кожа тряблая может быть и так далее. Мы знаем, что кожа – это коллаген, то есть для коллагена нужно белковую пищу употреблять, а если они кушают целыми днями только углеводную пищу, тут уже как бы ни о какой округой коже можно и не говорить, скажем так. В любом случае здоровое похудение всегда должно быть направлено на то, чтобы наш внешний вид показывал, что мы здоровы, что у нас организм здоровый, и он не страдает, не стрессует. И поэтому самое основное – это у вас должно быть сбалансированное питание. Это вот такой, скажем так, фундамент для того, чтобы похудеть, именно похудеть без вреда для здоровья. И наши БАДы, они очень хорошо помогают. Например, если у вас в рационе мало клетчатки, можно подключить псиллиум и так далее. То есть мы же знаем уже, как наши БАДы действуют. Тут уже, исходя из вашей цели, вы используете тот или иной БАД. То есть есть девочки, кто сильно худые, наоборот, хотят набрать. Для них, конечно, наши шейки будут палочкой-выручалочкой. Либо просто кто-то хочет здоровое питание, научиться правильно питаться, сбалансированно, чтобы быть здоровыми просто. И водный баланс. Я всегда говорю, что не нужно забывать про воду. Чистая, обычная вода, фильтрованная, комнатной температуры. Не нужно себя, как сказать, мучить кипятком, или кто-то начинает пить сильно горячую воду или сильно холодную воду. Эти сильные перепады температуры, они для нашего желудка тоже не очень хорошо сказываются. И адекватные тренировки должны быть именно для вас. То есть если человек слишком тучный, слишком большой, у него, например, вес около 100 килограмм, и он начинает прыгать, интенсивно бегать, то это большая нагрузка на суставы, на наш позвоночник. И это чревато травмами, нам этого не нужно. То есть для каждого человека нужно подбирать свои тренировки. Если у вас, например, какие-то протрузии или грыжи, например, позвоночники, то тут тоже нужно подбирать тренировки без прыжков, без таких интенсивных, без бега. Вот тут, например, подойдет эллипс или какие-то движения, которые не заставляют вас прыгать. То есть нужно в любом случае для себя знать какие-то свои слабые места, исходя из этого уже знать, какие вам упражнения можно делать, а какие нельзя. И немаловажный фактор – это качественный сон и отдых, и режим дня. То есть мы должны в одно и то же время ложиться спать, примерно хотя бы в одно и то же время вставать, завтрак, обед, ужин примерно в одно и то же время, плюс-минус 20-30 минут, ну как бы там не критично. И должен быть полноценный отдых, то есть ночью стараемся хотя бы в 11 уже ложиться спать, потому что наши биоритмы, они очень зависят от циркадных ритмов, то есть вырабатываются наши гормоны, и от этого очень, конечно, зависит и самочувствие, и дальше, конечно, наше здоровье. Вот это такие основные моменты, которые я хотела рассказать. И когда вы увидите меню наше, вы увидите, как там можно немножко под себя вариации менять. Если можно, Мика, показать, какое оно будет. Я, к сожалению, нашла только завтраки, а другая ссылка у меня неактивная уже. А, на WhatsApp. Да. А, на WhatsApp, да? Да. Но вот эти завтраки тоже, да, можно включить? Да, можно из этого же файла выбирать для себя какие-то завтраки, которые вам понравятся. Тут там много разных завтраков на любой вкус. И, ну, позже, когда у нас уже будут эфиры, я могла бы тоже рассказать, то есть из чего должен состоять завтрак, ужин, обед. То есть как подобрать себе питание, если даже вы где-то там, ну, на выезде, где-то не можете себе заранее, например, приготовить сами еду. То есть что стоит выбирать, на что упор делать и так далее. Так, ты сама, да, составляла? Вот здесь вот конструктор завтрака. И завтраки, да, и завтраки, и само меню получается. Конструктор, да, вот завтрака есть, там можете посмотреть, что должна быть обязательно белковая составляющая, это, например, курочка или индейка, или, может быть, какая-то, если натуральная сосиска куриная, но только она должна быть натуральной, без всяких консервантов, ешек и так далее. То есть, либо котлетку можно какую-то, если, например, сужина осталась, тефтельки какие-то, вот, яйца, творог, сырники, вот, хороший вариант для завтрака. Овсяно-блины, например, тоже. Ну, вот какие-то такие белковые составляющие в любом случае должны быть. Углеводная составляющая должна быть, это каши, цельнозерновой хлеб. Можно взять тостовый хлеб и подсушить его. Это тоже будет хорошим вариантом. Вот, очень хорошо на завтрак мне нравится фасоль, красная фасоль, белая фасоль, зеленый горошек тоже можно, тоже классно. Вот, и какие-нибудь жиры, например, можно сделать, не знаю, орешки, авокадо, если у кого есть возможность брать авокадо, тоже можно. Вот, масла, вот, ну, тоже плевес можно делать, я видела, делают очень хорошо. А бутерброды, например, цельнозерновой хлеб подсушенный, потом оливковое масло чуть-чуть поливают, буквально чайной ложечкой, сверху помидорку, и это очень вкусно. И на завтрак, если, кстати, очень сильно хочется сладкого, кто сладкоежки, то лучше сладкое оставить на завтрак именно. То есть не на ужин, не на обед, не на полдник, а именно на завтрак. То есть быстрые углеводы на завтрак, это хорошо. Они помогают проснуться как раз. Вот, было бы классно. Там сухофрукты какие-то, фрукты, ягоды, овощи какие-то. Тоже было бы классно. А, вот, удобный помощник, да, да, да. Программа рассчитана на 30 дней, но там, по сути, 4 недели. Вот. Но на самом деле Мика правильно сказала, что 2 месяца марафон, это очень долго, немногие выдерживают это, многие срываются, но если поставить себе цель и сделать ее необходимостью, то тогда будет, конечно, хорошо, если процесс похудения будет длиться больше, чем 1 месяц. Вот здесь есть некоторые такие рекомендации от меня. Хлеб с маслом и с семгой можно, хлеб желательно выбирать цельнозерновой. Семга, да, тоже, семга, кстати, это тоже полиненасыщенные жиры, которые очень полезны для нашего организма. И на завтрак они очень хорошо будут, особенно для хорошей работы желчного пузыря. Для выработки желчи, да. Да, на марафоне мы будем одержать режим. Так, меню, да. Скажите, чем платят каши быстроварки 5 минут? Это они, каши быстроварки больше относятся к быстрым углеводам, они быстро расщепляются в организме и быстрее преобразуются в жир. Поэтому нужно выбирать каши долгой варки, как минимум 20 минут, которые овсяную не хлопья, а крупа или хлопья, но не которые 5 минут, а которые 20 минут. Прямо на коробке обычно написано бывает. Ну, они больше каши 5 минут относятся к рафинированным продуктам. Ну, как сахар, скажем. Еще вопрос про завтраки. Здесь в чате. Вот насчет того, что кто не любит завтраки, себе просто где-то начните вести дневник питания и понаблюдайте, есть ли у вас вечером плотные ужины. Если вечером плотный ужин сильно, либо он очень поздний, еще и плотный, тогда на утро, конечно, кушать не хочется. Но вообще я советую всегда ужинать как минимум за 2-3 часа до сна. И ложиться мы должны спать с таким легким чувством голода. То есть мы не должны ложиться с полным желудком спать. Мы же ложимся спать, а желудок работает. По сути, организм не отдыхает, а нам нужно отдыхать. Поэтому на утро зачастую кушать не хочется. Это вот все из-за неправильного режима питания. Седьмой пункт тоже будет упражнение для физической активности, как от тайны, так и от атоми. Есть прям вот тоже. Атоми в Корее проводили марафон. И там я перевела этот ролик на русский, и вы можете тоже по ним заниматься. Там такая вот кардионагрузка идет. Петевой режим тоже у нас будет соблюдаться во время марафона. Мы все закачаем предложение, которое будет подсчитывать, сколько стаканов воды вы выпили. И ежедневно нужно будет отправлять такой калаш, что вы ели завтраками и ужин, сколько пили воды, сколько шагов походили. Тоже для шагов будет отдельное приложение. Ну и здесь, конечно, да, проводу отдельно. Так, и дальше идет уже неделя за неделей, да? А вот еще есть советы по приумной пищи. Режим питания как раз расписан. Так, отлично. Это все будет в доступе участниц марафона, да? Вот эти слайды. Знаю, что Айна проводила это платно, да? Платный был марафон. Да. Для участниц нашего марафона все бесплатно. За что огромное спасибо Айне за наработки, за советы, да, за профессионализм. Супер. И еще посмотрите, какие классные тренировки делает Айна. Вот, тут, в общем, тут все расписано. Поскольку, что кушать. Заменяйте, да, если вы что-то не едите рыбу, заменяйте на курицу. Виля пишет, нам очень повезло, нам супер повезло. Согласна. Да, вот такое меню будет выислано. Примечания тоже есть. Так, ну, это все мы почитаем, ознакомимся уже. Понятно все. Спасибо, Айшвайна. Супер. Классно. Ждем завтра уже. Да, сегодня можно уже кто-то, есть возможность, если совсем поздно, да, уже завтра можно докупить какие-то продукты, чтобы посмотреть меню. Кто сегодня, может, сегодня сходите. Так, Лаура Пак. Можно ли вас? Да, дело с организатором. Добрый вечер. Добрый вечер, Мика. Добрый вечер, уважаемые участники. Меня слышно, да? Да, слышно отлично, видно. Супер. Да. Хотела вам рассказать о себе. Я Лаура Пак, врач-онколог. Доктор, PHD, заведующий кафедрой клинической онкологии нашего университета города Семей. В Атоме я пока мастер-продаж. Вот планирую поездку в Турцию. Нас всех так мотивировали, классно. Вот. Айнабуль так было приятно слушать. Она практически все рассказала, во все посвятила. По-моему, все так зарядились. На самом деле, я сама похудела с Атоми, хотя целью изначально не ставила. Когда начался весь этот карантин, мне стало страшно, что я буду сидеть дома и могу набрать лишний вес. Ну, как все, наверное. Я заранее подумала о том, что нет, избавляться от него будет намного хуже. И так вышло, что я начала принимать наши БАДы. И так все активно пошло. Процесс похудения. Сначала жидкость лишняя, я думаю, вышла. Потом и присоединила тренировки. И далее у меня все пошло. Я так поняла, что сегодня организаторское собрание. Потому что у меня, наверное, я так не являюсь диетологом, не составляла какие-то питания, по дням не расписывала. Я думаю, я в своем эфире буду рассказывать в целом об организме. В первую очередь то, что не только какие-то заболевания, не просто наша гиподинамия влияет на наш лишний вес. Но также мы, наверное, скорее всего, хотя я не уверена, участники в основном это женского пола у нас. А женщины, как все знают, они зависимы просто от всего. Начиная от погоды, и это на самом деле так. Ни капли преувеличения в этом нет, заканчивая стрессовыми ситуациями. Поэтому начну с того, что, наверное, расскажу о том, что даже мы метеозависимы, как погода влияет на нашу щитовидную железу. Она, в свою очередь, на выработку наших гормонов. Сама, принимая пациентов, вижу, как женщины вот с такими глазами гормоны в первую очередь сдают и уже прибегают. Ой, доктор, там все плохо, у меня все страшно. На самом деле нет. Мы такие очень чувствительные дамы, наверное. У всех у нас очень сильно влияют гормоны. Также буду говорить о возрасте. В любом случае, да, как выше сказала Айнабуль, мы все, ой, извиняюсь, мы все не молодеем, благо мы не стареем. Самое главное, хочу сказать, что это быть здоровым в любом возрасте. Если тебе 20 и ты болен, в этом нет ничего хорошего. Если тебе 86, как моему инструктору по йоге, и ты здоров, это просто прекрасно, это просто цифры. Поэтому буду говорить о возрасте. Немножко наш метаболизм, конечно же, замедляется, но при нормальном уровне гормонов, при отсутствии заболеваний щитовидной железы, которые чаще всего приводят к нашему нарушению нашего гормонального статуса, поговорим, наверное, о гипотиреозе, возможно, о гипертиреозе. Может, у кого-то проблема есть, кто не может набрать вес, может, там какие-то проблемы все-таки с гормонами не только в сторону уменьшения, но и увеличения. Также, наверное, немного, пару слов о том, что сон очень большое значение имеет в нашей жизни. Вот я даже сейчас, для меня, если честно, в 10 часов эфир – это поздно, потому что у меня другие ритмы, я 6 часов готова активничать, а в 10 у меня все, уже рефлексия. Поэтому о том, как важен сон, что спать нужно в полной темноте, зависит также выработка нашего мелатонина в организме, поэтому это все очень важно. Буду говорить об этом. Белки, жиры, углеводы, наверное, расскажет диетолог, но тем не менее, просто такая небольшая ремарка о том, что когда принимала химохим, я тогда даже, если честно, состав не сильно почитала, хотя я доктор, я все это знаю, просто мне рекомендовала это наш профессор Райхана Синжановна, моя близкая подруга Мусина Айгерим, я ей настолько доверяю, что вот просто начала пить. Начала принимать в 11 и в 4. И все, в обед у меня аппетита особого нет, в 6 вечера у меня аппетита особого нет, может быть, у других как-то по-другому. Я слышала, что наоборот у кого-то вызывает чувство голода, у всех по-разному, но тем не менее, это лично мой опыт. Поэтому я тоже это связываю, какую-то часть с похудением, наверное. Вот, про водный баланс тоже Айнабуля уже затронула, сказала про наш кишечник также. В целом, подготовлю презентацию. Я сегодня, Мика, как бы не знала, что вы будете выводить что-то на экран, но так в целом озвучила основные моменты. Если у кого-то будут какие-то дополнения, кто-то что-то еще хочет услышать. Ну, я думаю, там такие заболевания, как сахарный диабет, что-то еще более серьезное мы затрагивать не будем, потому что каждый, я считаю, кто в одноме, контролирует данную ситуацию. И, наверное, нет. А вот такие общие, мне кажется, гормональный фон, кто-то у кого-то может, женщины климактерического периода, там, введение кальция из организма, витамин Д, какую роль он оказывает. Наверное, вот так вот я задрону свои темы. Если у кого-то будут какие-то дополнения, я запишу и обязательно озвучу в своей презентации. У меня все. Спасибо, Лаура. Извиняемся, что так поздно. Сделали еще. Будем знать, наверное, в 9, да? Вам будет комфортнее сделать зум. Ваши зумы, допустим, поставим на 9. Как все участники скажут, я подстроюсь. Да, мы еще... Но еще такой вопрос к спикерам, когда лучше, как вы думаете сделать? Все вебинары на первой неделе, скажем, чтобы дальше уже знать. Или вебинары, мы не так будем поддерживать мотивацию, потому что многие уже в серединке уже менее активны. Ну, сколько мы марафонов проводим, что такое есть. Мотивация вот так внизу. Но как вы считаете нужным, в какой день, можете сами выбрать, и мы проведем. Все, понятно. Спасибо. Так, получается, в марте, да, у нас вторник, первое, заканчивается 31 марта, у нас уже будет... Мне было бы удобно вот вторую неделю, вот следующую, не на этой неделе. Если получится. Конечно, да. Спасибо. В следующей неделе сделаем тогда вебинар. В группе обязательно предупредим, какой день мы выберем. Так. Так, Екатерина Аким, если вы готовы, тоже можете... Екатерина подготовила брошюру именно по марафону анатомии стройности. Если хотите, могу я показать, если вы можете сами демонстрацию сделать, да. Сделала с организатором. Всем добрый вечер. Меня Екатерина Ким зовут. Я тоже мастер продаж Атоми, и параллельно основная работа, кандидат технических наук, доцент в университете ТОРА. Связано у меня с программированием, информационными технологиями. Я в прошлом году тоже участвовала в марафоне двухмесячном, и получила главные призы химохим и яблочный фенон. Для меня, в принципе, целью марафона было, ну, не столько похудеть, я как бы и похудела, и по объемам уменьшилась, но именно было вот дойти до конца, то есть показать, потому что я понимала, что в Атоме это тоже бег не на короткую дистанцию, а именно марафон. То есть это долго, надо идти. И вот для меня была цель именно показать, смогу ли я дойти. И я вот очень рада, что за два месяца, хотя были очень... Я вот смотрю, сейчас, мне кажется, меню будет более такой, ну, как бы, более сбалансированное и более комфортное, я так думаю. Ну, и вот этот период, долгие два месяца, действительно, он для многих было тяжело. Екатерина, извините, перебью. Говорят плохо. Ну, слышно, я слышу, но тихо, тише. А если есть возможность сделать громче? Так, сейчас я, может быть, я у себя... Да, можно подавление шума, да, сделать низкое. Так, подавление шума это где делать? Я бы ни разу не могла. А настройки, если звука зайти? А настройки звук, ага. И вот там, где звук, да. Если низкое. Подавление эхо есть. Подавление фонового шума автоматически. Да. А низкое, если сделать? А вот низкое есть. Ага, всё. На громкость не изменилась, да, вроде? Ну-ка попробуйте что-то сказать. Наверное, ребёнок спит, да? Выходить. Тихо надо говорить. Так, слышно? Ну, так же слышно, тихо. Я вроде бы звук был лучше. Да, ста сделала звук. Ну, в общем, у кого тихо, делайте громче динамик. Екатерина проходила сама первый марафон наш и выиграла. Главные призы. В этот раз мы разыгрываем хим-а-хим среди тех, кто дойдёт до конца и тех, кто соберёт большее количество баллов, так как в игре. Да, Айна пишет, что ей слышно. Слышно, но тихо, да. Включу презентацию. И увеличу. Да, сейчас Екатерина покажет вам, как можно зарабатывать баллы, что нужно делать. Так, значит, первое, ну, марафон там, отправка фото. То есть мы за продукцию будем получать тоже баллы. Там у каждого свой пакет будет, похудение, поддержание, набор веса. И будем учитывать полный и неполный пакет. То есть, если полный пакет, то 10 баллов и неполный пакет 5 баллов. Я думаю, наверное, в течение завтрашнего дня ждём вот эти фото всей продукции. Под фото необходимо указать дату, фамилию, имя и пакет. Ну, вот, например, ну, если завтра это уже будет 1 марта, Ким, Екатерина и у меня, например, поддержание веса. И максимально вы заработаете 10 баллов. Рекомендация на фото, пожалуйста, не писать, а именно под фото, там, потому что, если вдруг я буду искать, чтобы я видела эти ваши фото. Если вы прям именно на фото будете вот этот комментарий вставлять, то я в поиске не найду в Телеграме. То есть это первые 10 баллов. Второе. Режим дня. Дня, значит, как вот говорим, что обязательно надо для похудения соблюдать режим дня. Ну, вот отбой самое позднее, это 23 часа, подъём, ну, где-то в 7 часов. И один день будем учитывать как 1 балл. То есть утреннее приветствие, просто в чате поприветствовали друг друга в 7 часов. Ну, там, кто когда проснулся, 0-5 баллов. Пожелание там спокойной ночи, 0-5 баллов. Там максимально мы заработаем 30 баллов. Ну, я 31 оставила как бы на розыгрыше. То есть до 30 мы всё это делаем, и 31 будем уже подсчитывать все баллы и разыгрывать. Теперь фото пеших прогулок. То есть вы обязательно скачиваете приложение. И чтобы там скрин делать, сколько шагов в день вы делаете. Ну, здесь тоже мы 0-5 баллов 1 день. Здесь не обязательно кто-то утром приходить, кто-то вечером ходит. То есть вы или утром, или вечером высылаете фото. Значит, также под фото обязательно указываете день, фамилию, имя и ходьба. Ну, например, день 1, Ким Екатерина, ходьба. Максимально вы здесь можете заработать 15 баллов. Дальше. Теперь фото еды и воды. Тоже 1 день будет 1 балл. Значит, ну, вы можете только 1 раз выслать. Вечером, да, получается. То есть это вы сделаете калаш еды на завтрак, обед, ужин и обязательно водный баланс. То есть сколько воды, тоже это берете из проложения. Фиксируете, сколько воды за день пьете. И также под фото обязательно указываете день, фамилию, имя и калаш еды, воды. Максимально здесь мы заработаем 30 баллов. Потом посещение всех лекций. Получается у нас вот первая лекция, да, ну, первое водное занятие. И потом еще 4 лекция будет. В прямом эфире мы, если смотрим, то 2 балла. Если просмотр будет записей, 1 балл. Максимальное вы здесь, а 10 баллов. Ну, я вот насчет, в принципе, фиксировать могу и сама фиксировать. Но большая просьба писать в чате, не в чате, а вот именно в зуме переименовать себя имя, фамилию. Потому что у некоторых я не вижу. Там только имя стоит и непонятно это, что за участник. То есть я сегодня вот сделала все скрины, в принципе. И этот, и я буду отмечать, кто присутствует. Максимально здесь я тоже получаем 10 баллов. Дальше. Теперь по тренировкам. Значит, здесь нам надо будет видео снимать. Не фото, а именно видео, как мы тренируемся. Тоже вы, для вас, как удобно, делаете утренние видео, там, тренировок или вечерние. И вечером высылаете. Также под видео обязательно указывайте день, фамилию, имя тренировка. Если у вас это есть, например, в инстаграме вы публикуете, то можете делать, в принципе, ссылку на сторисы. Или там, если посты у вас какие-то есть. Ну, также указывайте это какой день, фамилию свою и так далее. Значит, здесь мы, ну, в видео, тренировки это более такие тяжелые. Ну, не знаю, может быть, для меня они являлись такие наиболее тяжелым, да, видом. То я, как бы, оценила их полтора балла. За весь период наберете, можете набрать 45 баллов. Дальше. Второе. Этот, получается, фото до-после. То есть, также вот я видела все фото до-высылали. То есть, мы это отдельно фото не будем высылать, но вы потом в конце марафона, как бы, сделаете до-после тоже коллаж. То есть, сколько у вас, например, вес был, какой стал. И обязательно отзыв или в чат отправляете, или этот публикуете на инстаграм-страничке. Из-за этого вы получаете 10 баллов. И, значит, если будут какие-то ошибки, ну, это имеется в виду неправильный день указали, там, фамилию и так далее, то здесь мы будем штрафовать минус 1 балл. Потому что, ну, это для внимательности вашей, чтобы и мне меньше, как бы, каждый раз, там, получается, ну, таблицу не исправлять. То есть, ну, это будем тоже, как бы, ну, как бы, не хочется, как бы, штрафовать, но иногда приходится. Потому что очень много времени вот эта вся фиксация результата занимает. И максимальное количество баллов, которые вы можете набрать, это, значит, отправка фото пакета 10 баллов, режим дня 30 баллов, фото пеших прогулок 15 баллов, фото еды, воды 30 баллов, посещение эфиров 10 баллов, видео тренировок 45 баллов. И калаши до-после марафона, ну, с отзывом, получается 10 баллов. Итого у нас в сумме будет 150 баллов за 30 дней марафона. Ну, и, конечно, в розыгрыше подарков участвуют те, кто набрал 140 баллов и выше. То есть, в принципе, 10 баллов у вас есть. Ну, там, где-то вдруг ошиблись, там, или где-то забыли, и так далее. То вы, в принципе, так, не переживайте. То есть, 140 баллов, кто наберет, они все участвуют в розыгрыше подарков. Ну, вот, вроде бы, все эти правила. Кого, если непонятно, можете в чате тоже спрашивать. И вот эту, как бы, презентацию я тоже обязательно в чат вышлю. Спасибо, Екатерина. Как вы видите, работа колоссальная. Почет баллов для того, чтобы убедиться, что марафон проходит максимально справедливо, чтобы победили те, кто действительно достоин, кто действительно все выполняет по максимуму. Ну, и те, мы можем предположить, да, что люди, чтобы достигнуть максимальных результатов, достигнуть своей цели, кто-то похудеть, да, в основном это похудеть. Поэтому марафон называется стройности. Вот как Екатерина, кто-то поддерживает вес, кто-то хочет даже набрать. Ну, у каждого разная цель. И вместе с марафоном мы надеемся, что вы достигнете своей цели. Также организаторам, спикерам будет от нас с Владимиром подарок за ваше участие, за то, что вы уделяете свое время, что вам за ваши знания, за вашу работу, тоже огромное спасибо. Вот будет выслан хемохим. И, конечно же, у нас будет лотерея, да, среди тех, кто дошел до конца, тоже будет возможность выиграть хемохим. Так, я вижу в чате появились вопросы. Кто, да, не переименовался в зуме, можете сейчас это сделать, для того, чтобы мы зафиксировали ваше участие. Ну, обязательно, да, в зуме. Вообще, кто в атоме, это нужно делать обязательно, да. Вы видите, например, у нас с Владимира написано, вот, кейзет, Владимир, Мико, дальше ранг. Ну, в общем, если вы не в паре работаете сами, да, то обязательно имя, фамилия, ранг, страна. Это все очень важно. Один раз поставьте в настройках зума, и это всегда будет уже учитываться. Так, Лана не поняла, было плохо слышно. Будут отправлены слайды от Екатерины, брошюра с тем, как получать баллы. Да, Екатерина вышлет. Классные эти слайды сделала сама Екатерина, очень красиво, наглядно. Желаю всем набрать максимальное количество баллов, 150, и крутые результаты, чтобы были. Так, по продукции, давайте сейчас покажу последний слайд. Если какие-то есть вопросы по продукции, задавайте, мы будем рады рассказать, как пользоваться, как пить. Так видно, да, надеюсь. Мы начинаем с... Ну, мы начинаем пить все, потому что, например, Эпуэр, он на месяц рассчитан, Фэнзайм тоже на месяц. Кто купил Фэнзайм для похудения, начинайте. Фэнзайм пить один стик перед сном, то есть после ужина, да, перед сном. Он очень приятный на вкус, как ананас, плюс там есть ферменты, у кого несварение, там проблемы с пищеварением тоже вот вместо ферментов с аптеки, например, Пэтифэнзайм, он сжигает жиры, белки, углеводы, то есть помогает нам в шоу метаболизму. Далее, Фэр, чай мы пьем один стик в день, тоже разбавляем в теплой воде, не кипяток, можно горячий, но не кипяток. И разбавить в 0,5 мл воды, вот такой бутылочки можно, и пить в течение первой половины дня, потому что он дает энергию подрит, то есть выпиваем. Кому крепко, в пол-литра можно чуть больше, там в литре разбавить и пить. Он избавляет отечественные жидкости, детокс эффект оказывает, и похудение тоже идет. Далее, псиллиум, кто себе успел заказать, получить, это на полмесяца идет, то есть утром-вечером пьем псиллиум, до завтрака и перед сном также пьем. Можно между приемом пищи, если вы не успели, например, утром выпить. Кто пьет псиллиум, знает, что нужно большое количество воды пить, потому что сама цель псиллиума это в себя жидкость впирать и вообще все в кишечнике, что лишнее, он как пылесос чистит весь наш кишечник, тоже такой детокс эффект оказывает, его лучше уже сейчас начать пить, потому что вначале идет детокс, затем активное похудение. Коктейли, шейки, коктейли, без разницы, что у вас есть, это протеиновые коктейли о том, кто успел приобрести, здорово. Есть такие участницы, кто еще ждет продукцию, ничего страшного, можете подождать. один стик в день, то есть один пакетик в день разбавляете с водой либо с молоком, но с молоком можно не коровьим, кто худеет, а виндальным, например, кокосовым попробовать, менее жирное, и разбавить, и вместо одного приема пищи съесть такой вот коктейль, он очень питательный, после него не хочется есть. Смотря что, как вы взяли, коробку взяли, если вы коробку взяли именно слимбади, где 15 пакетиков, можете оставить на вторую половину. Сейчас пить псиллиум. Если у вас прям 20-30 штук, то можете уже начать пить. Так, и у кого есть яблочное желе, тоже оставьте на вторую половину, там идет на полмесяца, два стика в день. Я его сюда не указала, так как это уже дополнительный идет, по возможности, если и была возможность приобрести яблочное желе. Вот так. Здесь вот такой вот бюджетный вариант, не слишком много. Ну и здесь вот упражнения, ПП и водичка. Сейчас мы готовы ответить на любые ваши вопросы. Пишите, задавайте. По продукции можно во время марафона псиллиум, флэр, яблочное желе, остальное не успел взять. Отлично, да. Отправляйте фото, что у вас есть. Это тоже будет засчитываться в баллах. Сегодня уже можно начать пить файнзайм? Да, сегодня уже нужно начать пить файнзайм, псиллиум, потому что уже все начинается. В 31 марта мы уже будем результаты, уже розыгрыш проводить, смотреть, смотреть на ваши отзывы, читать, смотреть фото до, после. То есть уже можно начинать. Сегодня я получила, я вовсе не жалею и обрадовалась. Поздравляем. Это здорово. Вообще молодцы. Вообще мы планировали этот марафон в феврале, но из-за событий января понимали, что не все могут успеть все получить, потому что не было интернета и решили на март перенести. Плюс у нас сейчас идет марафон ампула. А если еще есть химохим, его с псиллиумом пить, химохим пьется два раза в день, два стика, тоже здорово, что он у вас есть. Мы уже не стали добавлять его, чтобы наш пакет продукции не был слишком огромным, чтобы не говорили, что мы тут пытаемся увеличить свой товар оборот. Химохим это вообще классно, кому-то он помогает похудеть даже, тоже иммунитет укрепить, лишнюю жидкость убрать. В общем, классно, что он у вас есть, пейте. Утром один стик натощак или после еды, если у вас есть какие-то проблемы с пищеварением. Без разницы, утром и после обеда, но не к вечеру, потому что он тоже как дает энергию. Так, к нам присоединилась Мадина. Мадина сейчас делает тебя с организатором. Тоже будет здорово тебя послушать о том, как нам как массаж помогает в похудении. Так, сделай с организатором, подключайся как то, как будешь готова. Так, вижу. Привет. Добрый вечер всем. Меня зовут Мадина. Я являюсь мастером продаж в Атоме, а также я являюсь мастером по фейс-массажу, скульптурному массажу лица и специалистом по остеопластике лица и тела. На данном марафоне, как вы догадались, я буду проводить мастер-классы, как делать самомассаж. Также я считаю, что нужно дать еще кое-какие упражнения на лимфодренаж по телу, а также по лицу и на осанку. Это будет в формате видео, я буду высылать ссылку на видео в Ютубе. То есть вы, в удобном для вас время, когда захотите, вы можете проходить, смотреть и проделать все это. Ваша задача все это повторять и каждую, вот в первую неделю у меня запланировано упражнение на лимфодренаж по телу. То есть вам нужно будет всю эту неделю заниматься только лимфодренажем, потому что у вас сейчас начнется, во-первых, вы будете соблюдать баланс питья, сбалансированное питание. Вот для вас меню как раз классное разработала Иногули. И здесь вам нужно согнать лишнюю жидкость, очистить лимфу и, соответственно, у вас в первые недели будут уходить объемы. Но это не жир, сразу скажу, потому что он так сразу быстро не сдается. В первую очередь выходит жидкость. Поэтому, чтобы помочь нашему организму первую неделю, я решила, что будут такие упражнения. Как нужно заниматься? То есть вы просмотрели видео, делаете упражнения и ссылку на видео я скину завтра и вы уже начнете практиковать всю неделю. То есть до тех пор, пока я не скину второе видео, вы все это практикуете. И все это должно накладываться снежным комом. То есть за первую неделю вы также продолжаете до конца уже марафона лимфодренажной техники. Далее подключается самомассаж, упражнения на осанку, и все это вы до конца марафона проделываете. Также будет обязательно, конечно, упор у нас будет на самомассаж лица, потому что кто как худеет, если есть те, кто очень быстро худеет, нам нужно, конечно, поддержать тонус мышц, особенно у нас на лице все это быстро падает, потому что объем теряется. Поэтому здесь очень важно, конечно, делать техники самомассажа, которые поддерживают упругость и тонус ваших мышц. Вот. Что еще? насчет как выполнять задания, я думаю, что понятно. Касательно эфиров, я думаю, что лучше было бы в конце уже второй недели провести эфир, если у вас будут какие-то вопросы, будем разбирать, не знаю, просто будем общаться, что у вас получается, что не получается, может уже какие-то будут у вас отзывы, нравится вам или нет, уже видите результат. Было бы классно, если бы мы просто пообщались и я уже в такой неформальной обстановке, если будут вопросы, вам помогла ответить на все эти вопросы. Вот. Что еще? Так. Если у вас есть инструменты, сейчас, наверное, у многих уже есть, скребок плаша, роллеры, ну, всякие такие гаджеты для лица, используйте. Также в конце марафона или, возможно, даже в начале, если у вас есть такие инструменты, я могу бонусом снять видео, как использовать скребок плаша, также есть баночки. Если нет, то было бы хорошо приобрести их, потому что очень нужные инструменты очень хорошо помогают при самомассаже. Также валики, да, для спины, для осанки тоже полезные. Лежать на них там всего лишь пять минут, много не надо, и это поможет вам уже. Так, ванночки для тела нужно взять для лица. По возможности, если хотите для себя, да, уже дальше использовать их, конечно, возьмите, лишним не будет. вот, также еще есть так, массажные ролики, да, это как валики, но они такие диаметром где-то 15-20 сантиметров, и они пупырчатые такие, то есть они предназначены для пилатеса и йоги, наверное, если кто уходит на йогу, пилатесы видели такие, они именно можно самим сделать миофасциальный массаж, то есть это очень полезный, массаж на растяжение нашей фасции, которая всегда у нас во спазме. Вот, если есть такие гаджеты или вы хотите приобрести, пожалуйста, приобретайте, они стоят недорого, их можно приобрести в любом спортмагазине, фитнес-магазине, спа, интернет-магазинах очень много, в принципе, они все доступны. Также еще в поддержку того, что сбалансированное питание и здоровый образ жизни очень хорошо влияет на организм, я бы хотела поделиться своими наблюдениями как массажиста, ко мне приходит очень много женщин интересного возраста, девушки, и я заметила то, что те люди, те женщины, которые именно придерживаются правильного питания, сбалансированного режима питья воды, также поддерживают здоровый образ жизни, занимаясь спортом, хотя бы просто ходьбой, у них результаты намного лучше по массажу, и они остаются дольше, то есть они реже ходят ко мне на массаж, потому что у них организм не зашла в кован, то есть нет отечности, он принимает все это с благодарностью и эти результаты остаются еще надолго. И я пришла к выводу, что очень важно соблюдать этот режим питания не только на марафоне отрезок в месяц, хотела бы вас, чтобы вы поставили себе целью, чтобы этот марафон помог вам привить в качестве привычки вот такой образ жизни, потому что самый главный цель, чтобы и дальше продолжать питаться в таком же духе, заниматься спортом, потому что это очень хорошо влияет на организм в целом, оздоравливает его, и уже там не будут страшны вам болячки. ну а благодаря конечно нашим ВАДам разным мы можем конечно поддерживать наш организм, поддерживать наш организм молодым, напитывать витаминами, минералами, поэтому вот такие мои наблюдения, и хотелось бы вас призвать, чтобы вы ввели в привычку именно вот такой вот образ жизни, который вы пройдете на этом марафоне. На этом все, если есть какие-то вопросы по марафону можете задавать, я посмотрю в чат. Супер, спасибо, да, и были пару вопросов, а, просто был комментарий, что было интересно узнать про фейс-фитнес, и баночки есть для тела. Баночки для тела, ну, баночки для тела нам не нужны будут, а вот для лица было бы хорошо приобрести. А вот на марафонах по похудению я видела, что прям щетки рекомендую купить и щетками от себя фигачить. Да, щетки, конечно, они помогают, да, как элементы лимфодренажа. В принципе, можно, если кто приобретет, напишите мне, я могу подсказать, как им пользоваться. Если все приобретут, то я, наверное, сниму видео, потому что это активный метод. Щетка для тела называется. Кто хочет, особенно, если целлюли, да, есть лишний вес, можно, почему нет, да, можно перед душем у себя хорошенько потереть, вот если даже перчаточки для оттутоми, ночанки для душа можно, ими тоже. Так, Рамина пишет, вы отправите инструкцию, как пить? Не успела записать, я купила вайзам, силимбар. Да, 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 хорошо, будет отдельная инструкция, как пить каждый бат. Где можно купить баночки? в аптеке у меня есть щетка и массажер для лица. Щетка вот, щетка, да, для массажа есть. Баночки, да, в аптеке вроде. Баночки в аптеке возможно продаются также в спа магазинах, в речи могут быть, да, везде можно их приобрести, есть силиконовые, есть стеклянные, и те, и другие подойдут без проблем, любые можно. Силиконовые не разобьются, ну, а стеклянные тоже есть преимущество, потому что они такие прям засасывают очень хорошо, вакуумные баночки называются. Да, вот в блоктачке Z там можно приобрести роллеры и скребки гуаша и баночки, там все очень красиво оформлено, приятно будет приобрести себе. Так, Людмила, вопрос, подскажите, входит в объем воды чай? Чай не входит, да, чай пейте отдельно, воду отдельно, да, приложение, которое нужно скачать для учета воды, просто напишите вот в как-то Play Store или если у вас iPhone там тоже, где вы скачиваете приложение, просто напишите на русском вода, напоминание, и вам какой-нибудь из этих, любой из списка прям выбирайте. У меня вот выходят прям иконки с водой, стаканы с водой, и поставьте себе цель, сколько вам нужно пить воды, да, скажем, 8 стаканов, и у вас будет постоянно как будильник он звенит, что вам нужно выпить воды. Можно и с БАДами, это тоже как бы совмещать, выпить воду и БАД сразу какой-нибудь, файнзайм там выпить, с елем выпить, с этим объемом воды, который нужно выпить в день. Это будет все засчитываться тоже как БАЛЫ приложения, а чтобы шаги мерить, спрашивали, сколько нужно ходить, 10 тысяч шагов в день, девочки, нужно ходить каждый день, плюсом к тренировкам, плюс тренировки будут от Айны, вот, но обязательно мы ходим, и для этого тоже есть Шагомер приложение, да, Шагомер, есть от Самсунга отдельное приложение, вот Шагомер для ходьбы, например, тоже открывается сразу, вот, пидометры я вижу много, степ каунтер, степ трекер, в общем, тоже любой из них закачивайте, и вам нужно просто показать, сколько вы походили за день, вечером отправляйте полный такой калаш еды, завтрак, обед, ужин, воды и шагов. так, давайте еще вопрос, если я сейчас пропустила, посмотрю, так, а, нету вопросов, да, да, Дина пишет, что пешком пойдем на мастер-класс, но Владимир не участвует в нашем марафоне, то его, как бы, да, нужно будет отвезти, да, поэтому всем хорошего марафона, очень надеюсь, что он поможет всем, ждем классных результатов, на нас, на вас смотрит, на ваши результаты смотрит вся команда, для вас такая ответственность лежит, как первопроходцы, вечером, как пить сначала файнзайм, потом селим или набор, давайте напишу памятку для всех, Екатерина, кажется, уже писала такую памятку, если что, продублируем, напишем, а когда воду пить, постоянно фотать стакан воды? Нет, нет, фотать нужно, ваше приложение, просто там нажимаете кнопку, что выпили, выпили, так water balance, да, приложение у нас называлось, просто в конце вы показываете, сколько там вы выпили воды в день, там 1,8 литра, 2 литра скриншот делаете, и затем коллажик делаете, сколько выпили, сколько походили, я думаю, что по ходу марафона вы увидите, как это делают другие, и все будет понятно. Девочки, спикеры, всем спасибо, Екатерина пишет, я подкорректирую памятку по похудению, Рошан спрашивает, меню как в первом марафоне, нет, в этот раз меню будет от диетолога Айны Исимовой, мы это все скинем в чат, всем спасибо, что вы сегодня были, мы всех запечатлели, записали, кто был, получите свои первые баллы, и уже начинайте марафон, мы начинаем пить бады, кто еще не скинул фото, обязательно это сделайте, в группу, либо мне в личку, Екатерине в личку, чтобы это тоже зафиксировать, чтобы мы убедились, что вы все сделали правильно, чтобы все было видно, чтобы у вас получились просто фото до-после, за которые вы потом получите баллы, и будете участвовать в лотерее. Спасибо, я скину фото с утра, отлично, при сосудистой сеточке на лице можно массаж, это, наверное, вопрос к Мадине. Так, массаж можно, но осторожно, то есть нужно избегать зоны, особенно если работаете вакуумными баночками, а то не заходить на эту зону, где образовались сосудистые сеточки, а так можно. Спасибо большое. У кого купероз, тоже место обходим, все остальное нужно, можно и нужно массировать, особенно декольте, все наши линии. Так, главное всем силу воли дойти до конца, точно, силу воли, каждый день все делать, выполнять и шаги, и воду, пить, и правильное питание, все фототь, пить все, все бадики, конечно, это самое легкое, все бады пить, они вкусненькие, здесь проблем, не будет ни у кого, тем более, что вы заплатили за них деньги, тут уже такой вариант, что, ну, за что ты заплатил деньги, за что ты хочешь получить максимальный результат. Сам марафон у нас проходит бесплатно, девочки, поэтому все, да, вбирайте в себя по максимуму, используйте по максимуму все знания, которые будут давать нам спикеры, и всем удачи и отличных всем результатов. Давайте этот чат просто взорвем наш от активности, от фотографий, от результатов и всем покажем, да, что мы все захотели на наш марафон, чего, чем вы там занимаетесь, что у вас там так весело, сториз можно делать, да, рассказывать про то, что мы сейчас проходим, это тоже классно для бизнеса, то есть у вас партнеры, клиенты будут видеть, что вы чем-то там занимаетесь таким прикольным, интересным, полезным и результативным. Марафон шаган это стоит, да. Можно я кое-что скажу, я забыла сказать, что совсем забыла сказать про подарок лично от меня, хотела бы подарить участнице марафона, да, кто дойдет до конца и запостит фото до и после, то есть именно касательно массажа, да, и похудения. Результат, ну, я буду сама выбирать, и участнице я подарю один сеанс массажа, да, полноценный сеанс. Вот. Поэтому для мотивации делайте упражнения и будете видеть результаты. В других городах не участвуют, да, получается, только вот кто в Алматы и кто будет в Алматы. И кто в Алматы. Могу подарочек отдать в другие города. Классно, да, кто в других городах будет подарить. Ну, это тоже круто подарок. Да, вот так что, умсунай, не переживайте, да, все будет супер. Приведимы ради такого дела, пишут, что-нибудь передавали. Классно. Очень нравится ваш настрой. Девочки, все классные, все суперские. Если можно, давайте делаем фото со всеми участницами, кто включает это видео. Было бы здорово у всех увидеть, увидеть ваши улыбки. Да, включайте видео, кто может. очень приятно познакомиться со всеми, кто у нас участвует. Так, надо вспомнить еще, как сделать фото. Да, откройте кнопки. Еще кто может, тоже фото и те, у кого ноутбук, принтскрин, фоточку нужно сделать. Давайте еще все, все здесь, как будто кого-то не хватает еще. Так, Эльмиру вижу, Лана, Галия, Роза с малышом, Жена, здорово, Раушана. У меня глубокая ночь, я, естественно, уже легла. Хорошо, Юля. Ну, если это все, да, поставлю сердечко. Да, Эльмила, вот успели, да, Елена Ким, вот она, Елена Ким. Кто, как кто называет, айфон, да, так, отлично, фотою, так, и отправляю, сейчас себе отправлю, посмотрю, как получилось. Так, получилось ли фото, да, получилось, я думаю, что можно сделать еще один раз, один дубль, готовы? Раз, два, три. отлично, скоро отправлю эти фотки в чат, всем спасибо, девочки, очень здорово, что вы с нами, очень классно, что у нас такие спикеры, такой организатор, как Екатерина, и супер будет марафон, да, я уверена. Встретимся в чате. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok,